Итак, добрый вечер, уважаемые. Слушаете вы свое радио, как обычно, в это время с 8 до 10 на своем программ «Живые», куда приходят живые люди, живые музыканты, песни поют, разговариваем мы с ними. Ну, в общем, такая кухня у нас. Чай, кофе, потанцуем. Кстати, да, танцевать никто никому не запрещает. Есть у нас традиция добрая, сложившаяся за все годы существования программы. Сначала коллектив что-либо поет, ну, а после этого мы уже знакомимся ближе, имея в виду название коллектива, понятное дело, имена этих людей, ну, и их биографию изучаем в течение двух часов. Времени немного, поэтому надо начинать. Как обычно, как всегда, живой звук в программе «Живые». Погнали, что ли? Погнали. Над китайским, над забором, появилась голова, огляделась, осмотрелась, на зеленый, на простор. Погнали, что ли? Погнали, что ли? Зеленые артисты подливают и поют. Но я не хочу за этот забор. Я так люблю зеленый простор. Но я не хочу за этот забор. Я так люблю зеленый простор. За забором ходит солнце, и течет себе река. А в ней не тонут водолазы, и карбофосом там тоска. Под водой кишат пираньи, и аллигаторы снуют. Черный дядька за забором создает себе уют. Но я не хочу за этот забор, я так люблю зеленый простор. Но я не хочу за этот забор, я так люблю зеленый простор. А когда приходят люди, чтобы дядьку извести, И добрый дядька обещает непременно всех спасти. И задрав башку на небо, а вместо неба там забор. Тихо-тихо шепчет Богу, здесь каждый первый вор. А я не хочу за этот забор, я так люблю зеленый простор. Но я не хочу за этот забор, я так люблю зеленый простор. Но я не хочу за этот забор, я так люблю зеленый простор. Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, будем считать, что наше знакомство началось. Сегодня здесь группа с удивительным для меня названием. Ну, как-то в России на самом деле завелось. Полушка, чекушка. Вот, собственно, и коллектив с названием, который ассоциируется у меня с этой историей. Безусловно, никоим образом это не касается их творчества. Это всего лишь моя ассоциация. Полу-гора. Так называется коллектив, сегодня присутствующий в программе «Живые» в студии своего радио. Так, пикеды, полукеды. Ну, в общем, это все обувь, если иметь в виду кеды и полукеды. Но одно для одного, другое для другого предназначено. Будем разбираться сегодня, почему полу-гора. Говорим мы в микрофон другого размера. Посмотри внимательно. Да-да-да-да. Вот в них. Вот здесь лампочка загорится. Раз, это ты можешь, а не можешь. Раз, можешь, не можешь. Можешь. Спасибо. Спасибо. Ну, вот, собственно говоря, Петр Бурок вокал и тексты в коллективе полу-гора. И колобашка. Колобашка? Это тебя так кто кличет-то? Нет, вот этот член коллектива. А, вот эта штука. Ну да, да, я понял. Мы как-то в свое время познакомились с удивительным инструментом в виде палки. Рагуля такая к нам, Оми, когда приходила. Сейчас вспомню, как она называется. Люлямову. Люлям. Теперь я знаю, как называется вот эта штука. Штука. Колобашка, оказывается, называется. Просто никакие инструменты не доверяют мне больше. Ломаешь? Мне ломают, чтобы я не играл. Понял. Ну, в принципе, я понимаю, когда руки требуют определенных усилий. Понял. Сильный человек, здоровый, крепкий. Дальше поехали. Я очень прошу музыкантов хотя бы один раз, кроме барабанчика. У него свой собственный микрофон. Всех остальных хотя бы раз за эфир подойти поздороваться с народом. Гитара Георгий Козлов. Георгий, к микрофону, к любому. Вот к этому, к этому. Привет, ребята. Привет. Бас-гитара. Андрей. У меня написано Андрей В.Родионов. Здрасте, здрасте. А В это кто? Владимир Викторович Витальевич. А есть еще Родионов в коллективе? Я не знаю просто. А зачем тогда приставочка В? Уважительно. Понял. Все. Басист, человек уважаемый в коллективе полугара. Дмитрий Чко, клавиша, вокал. Дима. Всем привет. Спасибо. Но если вдруг захочется поговорить, то можно вот так выпрыгивать изящно и грациозно, как ты сделал. Видимо, школа бального танца все-таки за плечами есть. И подходить к микрофону. Я буду видеть тебя у микрофона и включать его. Ну, и единственный человек, неделя прошла, 25-17 отстрелялись, поэтому микрофон в студию на Родину вернулся. Барабанщик коллектива Сергей Аганов, он тоже может поздороваться. Добрый вечер. Добрый. А что у тебя постоянно клик работает, скажи? Секундочку, тишина в студии. Это в голове всегда. Это у тебя так голова работает? Да, голова такая. Тяжелая история. Ты с саперами не общался, в принципе, а вдруг народ пугается же? Нет, с саперами не общаюсь. Народ в метро. Представляешь, ты стоишь в метро, а вот это вот тик-тик-тик-тик. Да, знаю, пугаются, выходят. Не бьют? Нет. Хорошо. Ну, значит, народ у нас гораздо более терпеливый, чем я предполагал. Итак, это и есть, собственно, группа «Лугара», как называлась первая песня, которую вы спели. Китайский забор. Удивительно. Вот ты недогадливый какой. Ты посмотри, ведь все уже про китайский забор был. Хотя нет, есть такие случаи, когда люди поют, например, про стул, а в итоге песня называется «Космос». Поэтому всяко можно петь. Жидкий стул. Нет, про этот стул тоже можно петь. Наверное, тоже можно это делать изящно, я бы сказал, даже культурологически. Но для этого нужно обладать, я бы сказал, очень-очень большим знанием темы, предмета. Да. Так, чтобы термины были подавающие. Ты, кстати, знаешь, что 1 сентября какого-то, 12-го, что ли, года в эфире запрещено употреблять слово геморрой, если это не касается медицины. Ну, скажем, например, знаете, такой геморрой вчера случился. Это значит, я нарушаю закон. Серьезно. Вот. Нельзя сказать, например, в эфире голубой. Но если это не касается цвета стены, к примеру. Это тоже вроде как слово запрещенное к тому, чтобы его употреблять. Вот слово употреблять, при всем там, когда... Я очень люблю слово употреблять. Поэтому, когда вы разделяешь его так, не будем мы употреблять. Можно. Это можно. А вот все остальное, да. Что хотел сказать-то? И поинтересоваться от слова «голубчик» легальное. В каком контексте? Ну, там как-то... Если ленивый с рисом, то да. Во всем остальном... Да, вухово, значит, что сейчас можно, что сейчас нельзя. Сейчас смотришь на все это как-то так сквозь пальцы, понимаешь, что ляпнешь. Прикопаться можно к любому и по любому поводу. Итак, как с нами связываться, друзья мои? 46-47, это короткий номер для смс к вашу. 46-47. Сначала пишите свои, потом, собственно говоря, уже пробельчик делаете и пишите все, что касается ваших ощущений. Это могут быть и вопросы, это могут быть и эмоции. Просто делиться ими тоже не возбраняется. Группа, официальное сообщество своего радио ВКонтакте. Там все просто. Анонс выложен. Фотография, где все ребята на фоне кирпичной стены в клубе каком-то. Не знаю, правда, в каком не вижу там. Но это неважно. И там же в тексте, кстати, группа «Полугора» выделена синим, значит, активная ссылка, кликая на которую вы мраз, и оказывается у них в сообществе. Вот пополняет сообщество, пополняете ряды тех людей, которые являются, ну, если не фанатами, я слово «фанат» терпеть не могу, ну, скажем, любителями. Фанатиками. Ну, это ты совсем далеко уже догнул. А секты, что ли? Вот, любителями этой музыки и желающими получать всю информацию о концертах, записях, турах мировых этого коллектива в первую очередь. Так что вступайте в ряды, пожалуйста. Можно отписываться, между прочим, еще и в чате на сайте радиостанции, в своерадио.фм, там есть чат. Можно видеть все, что в этой студии происходит. Для этого нужно там же на сайте, в плеере сверху такой длинненький, кликнуть на кнопочку «Онлайн-видео». «Онлайн-аудио», чтобы слушать, «Онлайн-видео», чтобы смотреть. Синий кружочек нажали. И вот вам счастье, вы на портале «Планета.ру». Спасибо, кстати, «Планете» за такое удовольствие видеть каждый раз музыкантов в этой студии. Там, кстати, кроме картинки, есть чат, в который тоже можно писать. Таким образом выражать и высказывать свои эмоции, свои чувства. Теперь, наверное, мы еще споем, а потом уже малюху поговорим. Договорились, как называется следующая песня? «Интернет». Хорошо, актуальненько так. Как всегда, «Живой звук» в программе «Живые». Здесь сегодня полугора. Поехали? На экране пролетают миллиарды букв за экраном. Я один болею и грущу. Забей на все скорее, беги от этих глюков. Пытаюсь, извини, никогда не прощу. И пусть стреляют пушки и рвутся фугасы. Пусть вымрут тигры, прокиснет вино. Не уйти от экрана подобной заразы. Я не пробовал в жизни давно. Мы юзеры по жизни, вы геймеры в Варкрафтах. Мы тупо не знакомы, вы просите рубля. Флэш-моби, текалайна, общаетесь в контактах. А рядом, как бы смайликом, рожица моя. И пусть стреляют пушки и рвутся фугасы. Пусть вымрут тигры, прокиснет вино. Не уйти от экрана подобной заразы. Я не пробовал в жизни давно. И вот мне улыбаются фарфоровые лица. И вот на горизонте маячит бабло. А ты в реале с кем-то захочешь набиться. А мне наплевать, а мне все равно. И пусть стреляют пушки и рвутся фугасы. Пусть сдохнут тигры, прокиснет вино. Не уйти от экрана подобной заразы. Я не пробовал в жизни давно. О-о-о-о-о-о. Знаешь, когда готовились к эфиру, ну как-то надо было найти информацию про группу. Я вообще люблю все с чистого листа, но иной раз хочется как-то немножко хотя бы понять, да, что, кто, где, как. Вообще ничего нет, практически. Юля Усова нарыла, ну в общем она права, это в ВКонтакте написано. Я сейчас это прочитаю, хозяйство, а потом попытаемся разобраться, кто же вот это все ерундовину придумал-то. Необычное, неординарное, неповторимое. Это ладно, это нормально. Это привычно, все мы себя любим, это хорошо. И одновременно русский рок, ласковый май, сектор газа, маленькие компьютерные колонки. Это вот так написано в группе ВКонтакте, как я понимаю. Кто это писал? Злые люди сочиняли. Не туда говоришь. Спасибо. Вот. Да, да. Злые люди сочиняли. Я когда спел слово рубля, вот, как-то остановился немножко. Ладно. У нас есть специально нанятые, вот, кто придумывает все. И вот хорошие слова все там в начале были, это вот хорошие люди писали. А про сектор газа один был нехороший и написал. Вот так. Ну вот, например, Алексей Суворов пишет. Такое ощущение, что слушаешь Ларецкого, но на новый лад. Вот видишь, как Ларецкий тут всплыл неожиданно. Хотелось бы просто... Это мой дядя. Ларецкий? Да. В студии нависла тяжелая, я бы сказал, даже не сказать, тягостная пауза. Родной? Ну, судя по фамилии, это вообще очень близко. Да, про Ларецкий, конечно. Но это, в принципе, однокоренные слова, по сути дела. Национальность одна. Да, все мы тут свои. Чайки, а не откуда прилетают обычно. Как с Нельсона, да. Давайте начнем тогда знакомиться с группой. Сколько времени, сколько лет, месяцев, я уж не знаю, как у вас там делится, существует группа «Полугара». Ой, чтобы не соврать-то, ну, лет 15, наверное, да? Вот. Лет 15 мы играем на площадках, в основном в Монголии, это бы дело было. Вот сейчас Гоша... В лице Ромы лет 15. Подними микрофон, пожалуйста. В лице Ромы лет 15, а мы собрались совсем недавно. Ну, давай-давай, продолжай, мысль хорошая была. Ну, меньше года. Они меня называют Ромой, да, такие. Они меня очкариком называют. Они как только меня не называют. Художественный руководитель, сокращенно худрук. Худрук, да. А вот как называют обычно, сейчас нельзя говорить. Неэфирно. Да. И ты терпишь. Голубчик. Зачем вот сейчас ты это? А, ну я теперь понял, почему такая была фотография в студии, когда вы только в студию вошли и присели на диван вдвоем. Я-то думал, что это случайность, а оказывается, видать, дело пошло. Мы в тренде, мы в тренде. Понял. Хорошо. Вот видите, как вы научились за столько лет. Ты в твоем лице за 15 лет научился попадать в тренд. Главное, не в партию. Знаешь, как в том анекдоте, да? Да-да, не вляпался. Вступить можно хоть в партию. Хочется. 15 лет. Ну, я так понимаю, что состав нынче... Вот тот состав, который есть, это год состава. Были, наверное, какие-то паузы в творчестве или что-то еще? Пауз не было. Это что было? Не было пауз. Было творчество, все время было творчество. Было несколько альбомов записано. Так, сколько? Вот. Три. Три. Три альбома было записано с 2005 года по вот 2012. И сейчас идет очередной у нас альбомчик. Готовится. Да, готовится. Плюс еще делаются акустические варианты. А какие-нибудь свои песни носили на радио куда-нибудь? Да. Некоторые радиостанции имели такую неосторожность брать песни наши и крутить. Деньги не платили, правда. Так вот. Ну, я... То есть ты не платил или тебе не платили? Нет, я не платил. А когда они брали, да, вот, не спрашивал никто. Потом просто люди пишут мне, говорят, вот мы услышали там на радио. А, ты еще за это денег ждешь? Не, не, не ждешь. Еще и ложка еще. Торадовался бы. А, кстати, это какие-то, наверное, региональные радиостанции, да? Конечно. Не московские. Я почему спросил, уже две песни подряд вот сейчас. Я знакомлюсь с вашим творчеством не то чтобы впервые. Понятно, что к программе-то надо было как-то понимать, кто вы и что вы есть. Но в любом случае, опять-таки, убеждаюсь в том, что ваша музыка, ну, она просто вот как масло на хлеб ложится на формат радиостанции под названием «Наша радио». Ну, вот, просто ложится аж вот как аж от зубов. В Перми, в Перми, Аня, в «Наша радио Перми». Ага. А что, московская, нет? Вот я не знаю. Промахнулись мимо вас? Нет, там же надо что-то куда-то стучать, там ходить. Нет, стучать у нас надо везде, у нас ФСБ работает. Я к тому, что надо отнести на радиостанцию, показать, глядишь, возьмут. Услышали, да, кто там? Нет, а я почему? Оно разделение труда. Я к этому и спрашиваю. Вы когда-нибудь собой занимались? Творчеством своим, понятно, а вот продвижением своим? Ну, в основном в метро, в переходах, вот, людей много, трафик большой, зачастую, ну, существенно превышающий радио, некоторые местные радиостанции. Вот, в Москве, в метро, это отличное место. И на Рбате, где там, в Шереметьево, да? Ну, там выгнали сразу, и печальная история была. Там таксисты лютуют, конечно, там всех вагоняют. Или играешь, или таксуешь. Да, вот там один из двух вариантов. Вы конкуренты для них. Просто люди, вместо того, чтобы домой ехать, вас слушали, естественно. Прилетел человек из Таиланда, например, говорит, о, полугора, всё. И три часа концерта, а таксисты ходят вокруг плечами и вертят, такси, никому не нужны. Да, они пешком просто со мной потом идут из Шереметьево в Гальяново, по МКАДу. В общем, шутки шутками, но кажется мне, что за столько лет существования могли бы как-то вы себя и продвигать. Потому что я смотрю на количество людей в группе, в сообществе вашем, ВКонтакте, тоже как-то маловато. Музыка-то у вас приличная, музыка достойная. И как-то жалко, такой коллектив мимо-то всех возможных. Пользуясь случаем, хочу сказать отдельное спасибо Семёну Чайке, это подвижник русского рока, то, что он нас заметил. Вот, Юле большое спасибо тоже, потому что благодарность огромная, что нас пригласили. Правда, вот, ну, для меня лично и для ребят это было очень-очень приятным сюрпризом. Можно даже вот сейчас какая-то гадость случится, даже вот пять гадостей случится, всё равно это не перебьёт. — Я тебе хочу одну вещь сказать, только ты не обижайся, пожалуйста. Если бы сейчас на радиостанции нашей радио узнали, что я большой подвижник русского рока, там бы очень долго смеялись, их бы выворачивало. Я термин русский рок терпеть не могу, на самом деле. Ну, если ты не вкладываешь в него ничего, кроме понимания того, что русский, потому что по-русски, а рок, потому что гитара. — Нет, просто определений нету других, к сожалению. — То есть ты считаешь, коллектив играет русский рок, так это называется? — Вы себе пишете о себе в прайс-листах, в этих самых, господи, в аннотациях каких-то в прайс-листах, да? Почему нет? Что коллектив полугара — это коллектив, играющий русский рок, так? — Ну, то есть сразу начинаю спрашивать, металл? — Почему? Музыка и музыка. — Меня спросили, вот позавчера спрашивают, вы, говорит, металл играете? Я говорю, щелочноземельный. Они говорят, это что? Я говорю, Кадми. — Понятно, вот. — Вот. — Группа полугара. — Я что, помню? — Кадми же это же нормально. — Кадми, да, я говорю, Кадми. Они говорят, это как? — Понятно, но пусть делят на жанры те люди, которые за эти деньги получают. Я имею в виду журналистов всяческие, мы на жанры не делим. — Согласен. — В моем понимании, музыка либо хорошая, либо плохая. Что касается русского рока, я хочу эту тему сейчас прям сразу так развить на секундочку и закрыть. Дело в том, что вот в эту схему русского рока вы уже никак не вписываетесь. Потому что русский рока — это 32 коллектива, 32, 33 максимум, которые зародились в свое время. Ну, имею в виду всех наших, так сказать, мэтров вот этой вот музыки. Они называются русский рока. Все остальное к этому не имеет ни малейшего отношения, потому что русский рока — это некая секта. Ну, чтобы было понятно. Секта, которая сформировавшись и очень плотно закрепившись на радиостанции под названием нашей радио, стала основой для формата этой радиостанции. Ничего против нее не имею, безусловно. И люди, которые любят эту музыку, само собой, замечательные люди, но они как-то зависшие немножко. Есть люди, живущие будущим, а есть люди, живущие прошлым. Всякий раз, когда человек говорит, вот в мои-то годы было хорошо, думаю, так, до свидания, дорогой, мне с тобой уже скучно. По мне так в любые годы бывает. И хорошо, и плохо, нужно просто заглядывать немножко вперед. Поэтому русский рок — это уходящая натура. Лучше бы вам назваться как-то, ну, для перспектив, как-то по-другому. Придумать себе свой стиль, ну, свой жанр какой-нибудь. Какой вы играете в жанр? Полугора. Все. Нет, у нас так кто-то. Вот Полугора. Полугора? Да. А вы из Харькова? Ёлки-палки. Не из Харькова, конечно. Группа Московская, я понял. Коллектив из Москвы. Смотри, какая штука. Народ пишет очень разные вещи, интересные вещи. Вот, например, сообщение, которое я считаю нужным зачитать. Оно появилось достаточно, ну, в самом начале, когда вы пели первую песню. Вот Андрей Ахипов написал. Ну что же, первое впечатление, да, двоякие. Вроде все супер-пупер, причем отключаться-то и не хочу. А чего-то не хватает. Голова — это круто, но повторение этой самой головы и заборы, головы и заборы пугают. Слишком пугают. Слушаем дальше. Так что, вообще-то, все вкусно, а он даже очень на душе теплеет. Вот это важно, потому как ваше творчество для многих из аудитории своего радио малознакомо. Хорошо, если у вас сегодня появятся новые какие-нибудь покупатели. Что же мне сейчас впрайс тянет-то сегодня? Новые слушатели, новые поклонники, новые почитатели вашего творчества. Ну, про то, что слушаешь Лаэрцкого, это написал Алексей Суворов. Чего-то его как-то вот Лаэрцкий так торкнул. Серега Металл. Ну, зовется человек так. Ник у него такой. В 12-м, 13-м, 14-м в связи с предстоящим апокалипсисом группа отвергла предложение выступить на таких фестивалях, как нашествие рук над Волгой и Кубана. Так, интересная строчка из биографии. Это что это вы так взяли и прокинули три самых крупных фестиваля России? Вот, я ждал этот вопрос. Я нет. Для меня все с чистого листа. Не, ну, писал же негодяй какой-то. На самом деле, это самое большое достижение группы. Вот это вот такая, это нон-конформизм такой, да? То есть, ребята пришли, значит, к нам, поезжайте на нашествие. Мы такие, не поедем. Потом, значит, на следующий день приходят уже с подношениями. Ну, пожалуйста, очень просим. Лично Богданов приходит. Не поедем. Гоша, значит, сорвался, Гоша. Говорит, я один поеду. Они на Гошу посмотрели. Ну, говорит, нормальный парень. Поехали. И Гоша один ездил. Играл? Не знаю, надо спросить. В карте. Я понял, я об этом и спрашиваю. Он играл в карте на гитаре. Я хотел бы продолжить, выиграл или все-таки проигрался. Гитара плоская, не сваливается. Да, это удобно. Очень удобно, да. Вопрос, который задавать я уже давно перестал по названию группы, потому что группа как называется, так называется. Всякий раз, когда людей спрашивают об этом, они так и так придумывают очередную историю. Этих историй может быть множество. За 15 лет штук 300 уж точно было историй. Я не об этом хочу спросить. Что такое полугара? В словаре... Даля. Я к тебе. Я к тебе так глубоко-то. Ну? Ну, во многих словарях есть определение. На самом деле, там вообще несложно. Сейчас все могут набрать и почитать. Это невысокий холм или половина горы. Вот русское простое слово. Обычно на этих местах строили детенцы. Секундочку, дорогой мой. А как определить, что это половина горы? Бывает, маленькая гора, высокая гора. А как половина горы? Идешь ты по полю русскому, да? Ты видишь, видишь, значит, крепость или там монастырь. И он обычно стоит на полугоре. То есть на горе, у которой спили на вишне? Нет, на полугоре. То есть вот человек видит только половину горы. И русские люди называли вот эту часть. Это во всей русской литературе, если чуть-чуть копнуть, вот, естественно, у нас язык развивается, что-то забывается. Во многих городах до сих пор в центре городов, есть такое место, которое до сих пор люди называют полугарой. Я могу четко сказать, там, ну, вот в Курске, я знаю, там ее как раз называют полгора. Вот, там, на полгару пойдем. Вот, приблизительно так там говорят. Вот. Я не помню других городов, честно говоря. Я помню, что они есть. И если нас там слушают, я думаю, люди откликнутся, знают это слово. А там, где нет, в Москве нет, вот не знают. Так Москва на семи холмах. Да. Какие тут горы-то? На полгорах на семи. Я, пока ты говорил, все-таки погуглил. Просто раньше в голову не приходило искать этот термин. Ну, вот есть, например, такое объяснение. Невысокая гора, пологий холм. Да, но в трех остальных местах, в трех остальных словарях полугора — это половина горы, середина между подошвой и вершиной горы. Да, вот, я не запомнил все определение до конца. Плохо готовился к эфиру. Значит, место на половине горы между подошвой и вершиной, середина горы. Дальше. Ветер дул с вершины на нас, так свирепо, что мы стеснились на полугоре в кучку и не знали, как подниматься. Товарищ Гончаров написал. Кучка там. Все, я теперь понял. То есть, если уж говорить, знаешь, как корабль назовет, так оно поплывет, по сути дела. Вы 15 лет посерединке между вершиной и подошвой. Наверное, так. Как есть. Давай петь. Что это будет? Это самая популярная песня в нашем сообществе. Нет, не в России. И я хочу сейчас перед этой песней передать привет тем людям, которые мне помогали изначально, кроме ребят в группе. Есть замечательные музыканты. Значит, Леша Юзленко и Сережа Письмиров. Большой привет вам. Все свои. Ребята, спасибо вам за помощь. И эта песня, самая быстрая песня, которая с момента сочинения обрела окончательный вариант в виде записи. Сколько прошло? С момента. Неделя. За неделю? За неделю, да. Практически с того момента, как я ее написал на следующий день, был у Юзленки. Алексея. Вот. И он очень быстро передал все Сереже. Сереже помог. И дальше, дальше, дальше. Мы вот как бы... И сразу получился финальный вариант, и мы ничего не стали переделывать. Отлично. Сколько времени этой песни уже? Так, наскит. Это была... Песня появилась 30 декабря 2014 года. Все помнят как. Ну, в общем, свежачок. Новый год просто. Свежачок, по сути. Ну, а, да, 30 декабря, правда, трудно забыть. Это ты верно подметил. Как всегда, живой звук в программе «Живые» здесь сегодня полугара. Поехали. Куда ты идешь, о чем ты поешь, когда не поймешь себя сам? Когда нет людей и нету вещей, когда твоя дочь где-то там. Ты куришь над ней с правдой в вине, ты бьешься, как птица в стекло. Но там за окном не твой это дом, и снова пришло и ушло. Кайся, метайся, ползи, но твари не ради бабла, ради любви. Ведь все, что мы есть, это дети и честь. А то, чего нет, для того пистолет. Бери и мочи всех подряд. За сына, за дочь, за темную ночь. Наугад. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда ты устал и как бы пропал, все думали, что ты чудак. Но встанет, гляди, придет, погляди, труп вражей к тебе на чердак. Придет твоя дочь и день или ночь, неважно, когда ты поймешь. А если не так, ты сдохнешь в кустах, сжимая свой ломаный грош. Кайся, метайся, ползи, но твари не ради бабла, ради любви. Ведь все, что мы есть, это дети и честь. А то, чего нет, для того пистолет. Бери и мочи всех подряд. За сына, за дочь, за темную ночь. Наугад. Кайся, метайся, ползи, но твари не ради бабла, ради любви. Ведь все, что мы есть, это дети и честь. А то, чего нет, для того пистолет. Бери и мочи всех подряд. За сына, за дочь, за темную ночь. Наугад. Слушай, а это прям саундтрек к какому-нибудь фильму про мужчин героических профессий. Ну, про каких-нибудь там ментуаномеров, копов. Про каких-нибудь таких вот слушаешь и понимаешь, что в кадре должна лететь машина. Волосы на ветру. Ребята, ну, такие мужественные, с большими тяжелыми подбородками, как у нас нынче играют. И вот эта песня. Прям саундтрек на титрах. А серьезно, почему? Никогда не было такого опыта? Нет. Нас попросили сейчас джинкл на радио записать. На какое? У нас можно говорить. Можно? Можешь, конечно. Это интернет-проект какой-то. А ты сейчас где, секундочку. Ладно, ладно, какой проект? Радио Смайл. Ага. Радио Смайл? Да, Радио Смайл. Там наши песни тоже какие-то играют. Вот. И обратились там. Хорошие люди, наверное. Раз нас слушают. Да. Ну, если вас... Конечно. Плохие люди такую музыку, конечно, не слушают. Илья Анруль напишет. Возвращение. Потрясающее, ребята. Получаю огромное удовольствие от общения, от песен. Группа вроде московская, но у вокалиста есть что-то поволжское такое, родное в голове. Ну, она же поволжские немцы, все же понятно. А, то есть немец-то? Кто-то, я думаю, акцент знакомый из фильмов, помню. Что-то сказал, я не знаю, немецко. Все ребята московские в коллективе, нет? Есть у нас... Я могу сейчас сказать про барабанщика, да. Сережа Аганов. Низкий поклон. И хочу рекомендовать. У нас подменяет нашего основного барабанщика Игоря Натарова. У него большие сейчас... Ну, есть определенные проблемы. И, конечно, Сережа нас очень сильно выручил. Мы последние три дня репетировали практически без остановки, чтобы как-то не сбиваться. Вот, поэтому... Вот Сережа у нас человек мира. Вот как он мне рассказал, да. Он во всем мире жил и живет. И еще, я думаю, будет жить. Да, потому что... Как Ленин. Где конкретно? Не надо... Это не очень хорошая перспектива, я сейчас скажу. Семь свет на одном месте не сдвигаясь. Семь свет на Красной площади, да. У нас есть героический человек в коллективе, про которого писали даже в каком-то интернет-издании. Была там статья, брали интервью. Опять же, вот я, 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 да. Я давал интервью. Дмитрий Ячко. Он к нам ездит из города Рязань. Вот, соответственно... На репетиции? Да, он приезжает на репетиции. Он называл статья, как там, сильная тяга к искусству. К искусству, да, там, придумала девушка, которая интервьюировала. Этот факт вынесла там, как бы, вот, в заголовок. Соответственно, человек садится сначала там на маршрутку, потом садится на электричку или на автобус. Потом едет до Выхина. Иногда я его там встречаю. Иногда он там сам на метро добирается до базы. Потом вечером я его иногда подвожу, иногда он сам... Причем он таскает вот это вот... Как это в эфире нельзя даже сказать? Нет, клавиши. Вот. И... Не, ну, если то слово, которое ты хотел сказать, то это совсем не так. Кварк очень хороший инструмент. Да. И, соответственно, вот, хочется аплодировать стоя вот этому человеку. Давайте мы это и сделаем. То есть, я смотрю, в общем, Дима человек молодой. Пока еще личной жизни, видимо, нет особой. Никто дома так-то не стучит там по телефонной трубке. Ты где, ты где? Но если так будешь ездить еще лет пять, я боюсь, что никто и не постучит в телефонную трубку. Надо как-то... Хватит, Семен, вот это вот. Пусть человек занимается творчеством. Да бога, я же шучу сейчас. До 30-ти годов пусть занимается. А, то есть ты все уже расп... Потом мы ему все... Папа в коллективе, как я понимаю, все понятно. Потом мы все организуем. То есть вы уже прошли этот этап 30-летия, поэтому вы... Да, сейчас мы девочки красивые. А теперь вы просто завидуете, я так понимаю. Потому что у него еще все впереди, а у вас уже все хорошо. Хорошо. Хорошо, не спорь. Пусть у него будет пока хуже. Но вообще шутки шутками... У нас полугара, да. Кстати, кто-то написал, по-моему, сейчас забыл, кто, Любовь, по-моему, Рязанова написал, что полугара — это золотая середина. Так это определение, между прочим, мне больше нравится. Ну, это круто, если всякий раз вот так кататься. Ты молодец, чего я. Просто на самом деле сейчас без какой-либо иронии говорю, что это... Куда бы он делся. Это круто. Дальше по музыкантам пройдемся. Все остальные у нас в замечательном городе Москва проживают, кроме Гоши. Гоша проживает в городе Перова. Вот. Он до сих пор живет в 50 каком-то там году, когда присоединили Перова к Москве. Он недолго рассказывал эту историю. Вот. У него в квартире есть исторические вещи. Книжки с ятями, где там написано «Город Перова», там, типография «Город Перова». То есть Перова вообще Москва поглотила, это безобразие. Вот. И, соответственно, там есть метро Перова, и он там недалеко от метро. Вот. Андрей Вародионов, он у нас как бы москвич-москвич-москвич. Играл вообще в очень крутых коллективах. Это каких таких? Рэп-кор играл, я слышал. Да, он... Это главный его, когда он рассказывает. Но нет, он классно. Он классно поет. Гоша классно поет. Андрюха классно поет. Сережа классно поет тоже. Ну, потому что ему там положено. Он человек мира. Вот. Он в электричках в это время. Дима, да. Дима в основном. Он туда-сюда сплошно. Вот. Да. Все. Все, да? Да. Хорошо. Люблю, когда подробно. Но это как-то немножко рисует картинку более яркой. Тогда мы больше понимаем о коллективе. А я все-таки хочу вернуть к товарищу Вичко, вернуться на секундочку. Ну, я не то чтобы в шоке, но в данном случае я просто преклоняюсь. Да? Вот так. Сколько лет ты так ездишь? Год пока. Но это уже в любом случае достойно. Иди уже к микрофону. Хотел же, но уже иди. Сделай шаг, иди. Что тебя заставляет, скажи мне, это делать? Ну, вот что. Да. Нет, нет. Никакой меркантильности. Исключительно тяга к творчеству, как упоминали. Поиграть в переходе, как в шринейке. В электричке. По дороге. Тогда у меня просто вопрос к тебе, чтобы продолжить дальше играть. Опять же, секундочку. Вот сейчас вы поймите правильно. У нас здесь все искренне, откровенно и открыто. Не хочу никого ничем обидеть. Ну, ладно бы, скажем, была группа Ария, к примеру, да? Ну, сейчас мы говорим о таких именах. И ты сказал, все, не могу себе позволить этого не делать. Я сам себе этого не прощу. Я клавишник группы Ария, к примеру. Или там ДДТ. Сейчас мы по русскому уроку идем. Секундочку, не надо обижать. Это святое. Это что? Или там сплин, не знаю. И ты катаешься каждый день. Я понимаю, ради чего. Да? Группа полугора. Нет, но нет того громкого имени, ради которого ты свою молодость... Сейчас пока что Брок помолчит. Свою молодость гробишь на вот эти вот электрички и переезды туда-сюда. Зачем? Ну, почему сразу гроблю? Не каждый же день. Как бы есть строгий график. Я приезжаю, уезжаю. Он учится в ВУЗе. Он получил диплом в этом году бакалавра. Как кто-кто по профессии? Программист. Хорошо, нормально. Много таких. Ну, да. Так. Ну, для души доставляет удовольствие. Я ждал, я тебе что-то скажу, что я люблю эту группу. У них прекрасные тексты. А я так и сказал. Прекрасно. Все из тебя тянуть надо клещами. Вообще, это круто, правда. Ты молочина. Давайте дальше попоем, что это будет сейчас. Так, я любопытство ради этот вопрос задаю. Да. Эта песня тоже такая давняя. Русская народная. Называется «Белый день». Русская народная? Да. Самая темповая. Тут темпы написано. 200 у нее. А ты когда поешь, ты еще и темп считаешь? Нет. Ну, мы как бы подсказываем всегда. Гениальный человек. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня группа «Золотая середина». Полугара. Поехали. По земле Пальной с черным именем В юга снег метет, чисто стелится Ночь покрыла день и белым инеем И туманами чисто белится Я прошу, не исчезай, белый день В белый день можно уйти в тень Я прошу, не исчезай, белый день В белый день можно уйти в тень Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Ой-ой-ой-ой-ой Все, что было в душе Все исчезло вдруг Растворилось ночными туманами И неясно здесь, где враг, где друг Только воздух пленяет дурманами Я прошу, не исчезай, белый день В белый день можно уйти в тень Я прошу, не исчезай, белый день В белый день можно уйти в тень Ой-ой-ой-ой-ой-ой Я пойду к роднику, пока он не замерз Посмотрю на воду журчащую Взглядом быстро прощу Не скрывая слез Всю толпу эту громко кричащую Я прошу, не исчезай, белый день В белый день можно уйти в тень Я прошу, не исчезай, белый день В белый день можно уйти в тень Ой-ой-ой-ой-ой Ой-ой-ой-ой-ой Ой-ой-ой-ой Ой-ой-ой-ой-ой Я зато люблю его Что мородушка кудрява Что мородушка кудрява А головушка кучерява Я зато люблю его Что мородушка кудрява Что мородушка кудрява А головушка кучерява Неожиданно, но красиво Группа Полугора сегодня здесь И надеемся, что сегодня у коллектива будут появляться все новые и новые поклонники Потому что ребята веселые, играют хорошо, музыка красивая И, собственно говоря, ради такой тяги к искусству Некоторые музыканты даже катаются издалека Ради того, чтобы играть и репетировать Вот что Кажется тоже мне важным Я прочитаю сейчас это сообщение И вокруг этого сообщения мы выстроим некую Надеюсь, теорию Теорию вообще того, как рождаются музыканты Я очень часто об этом спрашиваю И мне интересно, как, собственно, из человека Рождается музыкант Люди-люди, а вот музыканты — это отдельная каста Фотографы и музыканты Вот это две касты, которые я считаю отдельными Абсолютно Люди делом занимаются, а эти ерундой Так, значит, Леша Денисов, так зовется человек, пишет вот что У ребят ВКонтакте очень много постов с подборкой треков групп Таких как «Сплин», «Агата Кристи», «Знаки», «Юпитер» и одна-две их песни Это для сравнения с мэтрами Почему так? Почему своих писем нет? Ну, там Сейчас вот тайну я расскажу, да Эксклюзив А, так эта песня не «Сплинание Агаты» — это ваша песня? Нет, нет, нет Ну, это Гоша нам пишет Гоша пишет всем Он пилота писал Он писал «Сплину» У него просто Уже прекрати упоминать мое имя в Суе Хорошо, он ненавидит, когда я упоминаю Упоминаю его имя в Суе А я и фамилию вспомнил в связи с этим С огромным плакатом «Для вас, козлов» Тут мост построили Да, да, да Вот «Для вас, козлов, перехода на реле» Говорит, какой вежливый человек Ко мне навык Гоша, дорогой, если это правда ты писал Если он не шутит, то почему этим не гордится, я не понимаю Покраснел, да, он сейчас? Да, сильно Про мост вспомнил Он не шутит, он утрирует Нет, нет, а если утрирует, значит, есть доля правды Ну, поделись же правдой На, на, доля На, на, доля Для кого писал? Давай так Ну, пожалуйста, ну, чего ты скрываешь-то? Я не писал Просто не писал Он записывал Не спрашивайте, он очень скромный парень Я не буду больше про него рассказывать Он меня побьет потом, опять очкариком назовет Это... Не, ну, там, правда, они сами не в курсе Потому что, если я что-то скажу Для них это будет сюрприз, но это пилот То есть, да, пилот, да И он писал письмо Шевчуку еще Его, то есть, Илья, черт не знает, что он... А, ты писал письмо ему? И он зашел, хотел отдать, а выходит Шевчук И он такой... А вот эту историю, кстати, могу рассказать, да Давай Фух Я полетел в Ленинград покупать баскетбольные кроссовки Потому что в Москве их не было Подожди, подожди, он из 51-го года, ты сам сказал Давай Да Так Я похороны Брежнева помню, что ты меня поправляешь Серьезно? Я даже помню, как его уронили Не было такого Ну вот, я лежал нормально Полетел я, короче Я и ранял Не уворачивайте меня Давай, давай, давай Полетел Так, полетел Вот И вдруг что-то меня подбило Как-то зайти на студию ДДТ И передать, как бы, посыл, ну, какой-то набор своих мыслей Искренних Юрию Юлиановичу Потому что один раз, когда мы там записывались на ДДТ-рекурс В общем, ты ему Библию принесли, так понял? Нет, на одной страничке, если только Вот И, значит, и он нам тогда, когда мы еще приезжали записываться к нему Он, значит, пожалал нам всем руки И пожелал рубить попсу Он говорит, ребята, рубите попсу Мы так и не поняли, значит, играть ее С отрывом, да В данном случае это комплименты или это Мы сказали, спасибо, Юрий Юрьевич Мы это, как бы, постараемся Ну вот, и я Как Брежнев, замечательно, Юрий Юрьевич Так-так-так Поехали Поехали, я полетел вот в Питер Покупать себе баскетбольные красоты Потому что в Москве их не было И вдруг думаю, дай, зайду на ДДТ-рекурс Вдруг там Ну, передам свою вот бумажку Хотел какой-то посыл То есть у меня был искренний посыл Написать какие-то свои ему мысли Сидел там на набережной Невы Написал мысли Вот, пришел на студию Звоню в звоночек Открывает шевчук Реально Я говорю, Юрий Юрьевич У меня тут к вам есть вот Соображение От чистого сердца Может, вам как-то будет любопытно Возьмите Он такой, ну ладно, спасибо Почитаю на досуге Почитаю на досуге И я понял, что Моя миссия выполнена И улетел То есть он читает до сих пор? Да что там читать-то было Ну, какую-то ерунду написал Ну, от чистого сердца Он, наверное, порадовался за меня Каждую неделю по несколько раз Вот, что мысли все Вот его, да? Так что я спас Юрий Подожди, подожди секундочку Я сейчас хочу понять Ты все свои мысли на этом листочке уместил Один раз в жизни Нет, ну там же был там контекст У него все творчество группы Полугород на одном листочке Петя, подожди, дорогой Так ты тексты ему какие-то передавал? Тексты для писем? Нет, нет Ну, там была вот известная встреча Музыкант Юра Типа, вы кто? Представьтесь И предшествующие, и там все Ну, в частности, я по глупости своей наивности, молодой Пожелал ему не петь под бумажку на концерте Когда он выходит с бумажкой И поет Ах, так ты ему критику принес? От чистого сердца Я только сейчас понял, что ты сделал Ты поставил крест, мне кажется, на себе сразу? Да она мне и так стояла Это не важно Принести Шепчуку критику свою А ты понял, что я терпел Вот эту критику И рубите попсу Вот эту критику Это слушается просто регулярно Я настолько загноблен этим человеком То есть он тебе тоже пишет, как Елена Ильич? Он не пишет, он говорит У него все творчество Полугорода на одном листике Посредине черный квадрат И на полях что-то написано Без этого листика он играть не может Я не знаю, как он сегодня без него пришел Короче, кто пишет текст-то? Петя или Георгий? По-моему, есть вариант Если ты, Юлия Ильич, писал Я только критику Здесь отдельно маленькая-маленькая ремарочка Я понимаю, что много меня в эфире В общем Хорошо, что понимает С Гошей на его кухне По поводу текстов Ни одно копье сломано Потому что поэтические всякие такие баталии Происходят регулярно И из всех текстов песен Вот даже что мы сегодня играем Ну, может быть, две Это которые Гоша сказал Ну, да, ну, более-менее Вот А так вот, ну, говорит Ну, вот, что-нибудь Я принесу что-нибудь новое Он говорит Ну, что это такое? Ну, что ты? Что это вообще? Человек Шевчуку писал Конечно, он текст критиковать Да, да И вот Это вот очень сильно задевает Кляуза и текст песни Ну, разные же вещи Я в свое время, когда писал, не писал Вспомнил Старая-старая шутка была То есть я этой шуткой При помощи этой шутки Пирожки в школе еще в школьные годы Просто объедался Да Я спорил А за этот спор я его выигрывал все время И мне несли из столовки пирожки Какие-нибудь булочки Я спорил очень просто Я спорил С новым человеком, которого видел Я спорим Я паровоз поднимал И тут начинается игрушка Где настоящий Да маленький Да не, большой Реальный паровоз В итоге выходило все к тому Что я, конечно, поднимал Только не поднял Но суть-то все же есть Я его поднимал Я старался Поэтому и он критику писал Самому Шевчуку А это важно Человек чувствует себя тогда Наверняка несколько более Одухотворенным Правда же? Нет? Вполне прозаическим себя чувствует Да что ж ты? Никак я не могу Отдемляторовать Но это было Все пытаюсь внушить ему Что он талантливый Он не хочет Давай пей дальше Дальше опять Гоша не очень любит Песню Может выйдет тогда? Не-не-не-не Пусть играет Свои все моменты И относительно той записи Которую Как бы Кто-то там слышал Если Песня Условный апельсин Гоша очень сильно раскрашена Вот как книжечка Разукрашечка Вот И практически Сейчас будет Премьера этой песни В том варианте В котором Гоша ее перекрасил Как называется Условный апельсин А так условный апельсин Условный апельсин Полугора Условный апельсин Братцы Вы меня интригуете Чем дальше Тем больше Как всегда Живой звук В программе Живые Здесь сегодня группа Полугора Поехали Ты в плену своих зеленых путней У тебя всегда бывает так Как пройти По коридорам утром И попасть под вечер на чердак Как достать того, чего нет И не потерять того, что взял Как не включая на кухне свет Переместиться в подвал Один господин Открыл магазин А ты опять один На кухне карантин Другой господин Купил тысячи каратин Ты словно заводной Условный апельсин Один буржуин Съел яйца из каразин А у тебя тоска В глазах у литра Марин Твой прикид Мадеин, Вьетнам Тачка гордость Автопрома Упала нефть И рубль пополам И если ты король То отдаем корону Давай, отдавай Не будь чудаком Ты теперь в аналах Это точно ништяк Настроение быть бедняком Бедность у нас непорочно Один господин Открыл магазин А ты опять один На кухне карантин Другой господин Купил тысячи каратин Ты словно заводной Условный апельсин Один буржуин Съел яйца из каразин А у тебя тоска В глазах у литра Марин Другой господин Делаешь вид, что не хочешь подруг Что едут в троллейбусе слева Будет твоей, ты ей налей Ты принц, она королева Вот и диван, вот и кран Кофе приятно дымиться Завтра опять рано вставать И на весь мир этот злиться Один господин открыл магазин А ты опять один на кухне карантин Другой господин купил тысячи карантин Ты словно заводной условный апелликсин Один буржуин съел яйца из карантин А у тебя тоска В глазах у литра морей Ну что ж, двинемся дальше Имеет уже такую историю И никак, ничем пока не заменено Ну я не в курсе, честно А причина одна Как всегда, живой зуб в программе «Живые» Поехали, полугора ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А на лугу опять коровы Ну и ты теперь со мной На тебе прикид весь клёвый Девки хороши весной Нелегка и нелюбима Но, однако, в тщинсах ты Я пытался снять, но мимо И подарил тебе цветы Ведь это первая встреча С девчонкой в году Не боюсь, время лечит Ведь к тебе я иду А в лесу сидели пили Водку, колу и сырок Русский рок Они видоты городили Истержать себя не смог Поцелуй был очень крепкий Убежала ты в кусты И там в кустах я сразу понял Нету в мире красоты Ведь это пятая встреча С девчонкой в году Не боюсь, керпец лечат Ведь к тебе я приду Я сидел на тротуаре Мимо ехал грузовик Чумовая ты лежала Гала Так к тебе и не привык А прохожие ходили Все качали головой Ой-ой-ой-ой-ой Сигаретку мы курили Вот такая, бля 205-я встреча С девчонкой в году Трихопол все залечит И к тебе я приду ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо тебе, что сдержал свои эмоции Иногда бывает, конечно, эмоции сдерживать сложно Но ты человек сильный, крепкий, мужественный Смог себя поймать на взлюте Спасибо тебе за это большое Возвращаясь к трихополу Тут народ почему-то стал писать, что не знаю такого лекарства Есть такое венерическое заболевание, которое называется гонорея Вот ее и лечат трихополом Я уж не знаю насчет того, что ты упоминал в песне Не встречался с этим Но трихополу сколько лет уже И он как-то пока не сходит с оптичных полочек И остается очень, как говорят, раз ты поешь об этом Значит, ты тоже в курсе, что ты там скрываешь Могу уже сказать историю Изначальный вариант песни Ой, не знаю Было слово Не боись, трипер лечат Вот Лучше гонорею Хорошо И когда я писал Вокал Я подумал, что да Как-то, блин Ну Вот И знакомая медработница одной позвонил И говорю Слушай, вот мне надо вложить в размер Давай какие лекарства там есть А, так это вот так Да-да-да И вот она мне какие-то А потом говорит Трихопол Я говорю О Вот оно Отлично И так трихопол попал в песню И вообще она стала называться трихопол Вот видишь, как случайно все Складывать И, кстати, сказать Удивительная история А если бы это был не трихопол А какое-нибудь другое лекарство Тогда и смысл был бы несколько иным Видишь, одно слово переворачивает все Полностью в сознании человека Который слушает твои тексты Вот что касается текстов Да, Константин твердый вот что написал А для меня сегодня открытие Это к открытиям Что-то ничего не слышал подобного раньше Группа ни на кого не похожа Чем меня и зацепила Только тексты немного странноватые Как и сами названия песен Зато группе это придает индивидуальности И узнаваемость из первых аккордов С каждой новой песней Затягивает и затягивает Продолжать в том же духе Я думаю, у группы огромное будущее Парни, не опускайте руки Теперь у меня будет вопрос к будущему 15 лет Это срок Чем группа занималась В эти 15 лет? Понятно, что репетировали Песни писали Где вы играете? Какие концерты даете? Когда ближайший, например? Ну, история, как бы, я думаю Не очень интересна Спасибо Все, что было Поем Нет, я все-таки воспользуюсь случаем И дам анонс Ровно через неделю В клубе «Летчик Джоуда» Вот У нас состоится концерт С вами Извини, человек думал, что трехопол от давления Давай продолжай Ну, там сильно давит когда-то А потом Есть такое давление Называется глазная болезнь Поддавливает Иногда Объяснить почему? Когда на тротуаре сидишь Ну, потом за эфиром убежит Он, Серега, понимает Когда через глаза все Идет Вот И «Летчик Джоуда» Среда Следующая Вот Практически Все билеты проданы Но есть еще штук 180 Билетов Меньше, да? 179 Билетов И Всем желающим Всего за очень Маленькую сумму Которая поддержит, конечно Нас как музыкантов Да Вы можете Очень дешевые билеты Очень дешевые А кто купит 117 билет 117? Да, вот Того поцелует Андрей Вот Какой из них? Он у нас один Не-не-не Ну, вот я сейчас Я сейчас хочу понять Андрей просто Я не о музыкантах Или ты о музыкантах О своей говоришь? Конечно А! Нет, Андрей Ну, если это девушка Я вот Я вот Вот видишь, как ты оговорился Если 117-я будет Девушка Интересное дело Начал уже так хорошо Так продолжай Окей, когда это будет? Где это будет? Давай подробно Еще раз Где он будет целовать 117-го? Это будет Летчик Джоу Даа Китай-город Так Там из метро недалеко И В общем-то Время достаточно удобное 8, да, у нас? 8 8 часов Мы играем полтора часа Будем играть Все свои вещи электрические И будем играть Еще давать спойлер По акустическому Своему альбому Будущему Будет Минимум 6 композиций Если меня не остановит Гоша То Может и больше Вот И Соответственно Там уже как пойдет Вот Но концерт будет Очень хороший Приходите к нам Приходите, пожалуйста Мы будем вас очень ждать И Даже 118-го Андрюха уже кивнул Поцелует тоже Нет, секундочку Даже мужика поцелует Сначала 118-ая А потом 118-ый Это уж как хочешь Это уж Ради группы Я думаю тебе стоит Как-то плюнуть на принципы В конце концов И поцеловать женщину 46-47 Это короткий номер Для ваших смс Сначала свои пробелы А дальше уже Все же хотели бы сказать Вот, например, смс-ка такая есть Всем привет Отлично играете Мне бы тоже так научиться Играть на барабанах Будет писать Игорь Коллеги, респект Как колобашка Это, видимо, кто-то Хозяин колобашки, что ли? Спрашивай Не, я не писал ничего Удивительно Но, тем не менее Вот, видите, как человек Отзывается, откликается Но, тем не менее Взял на эфир Правильно Ну, а как же Родное что-то Ведь из дому-то взять Чтобы чувствовать себя Как дома Ну, у нас здесь все Чувствуют себя как дома Мы, в общем, вроде этого и стараемся Что дальше поем-то? Сейчас будет премьера Мы специально Для замечательного Своего радио Сделали такую штуку Как бы Совершенно новая Никогда не звучавшая В полном вот таком составе Песня Песня старая Написанная Как бы Ну, как текст, да Пишу тексты Она написана В 2000 году При определенных обстоятельствах Большой привет Значит Кто знает Вот И Сейчас будет премьера Специально репетировали Не обессудьте Если что-то будет не получаться Но я думаю Что все получится Песня на кухнях Ты знаешь Колобаску-то возьми в руки На всякий случай Как Талисман Чтоб все получилось Как надо Как всегда Живой звук В программе Живые Здесь сегодня полугара Поехали Субтитры сделал DimaTorzok На кухнях Тоска Заедает тебя Что сбудется с нами В конце пути Иду я Не знаю Гоню тебя Прочь Куда мне Идти А ты Уйди Опять Я один И чё на дуне Брат Сижу Чай Стоит На Плите Мобилка Жушет И Телек В углу И Думаю Не О тебе Дождь Гонит Слезу Под окном Лопухи Не видно Ни чёрта Ни бога Эх Хлопнуть Сейчас же От этой Тоски И Двинуть Куда-то В дорогу Опять Я один И чё на дуне Брат Сижу Чай Стоит На Плите Мобилка Жушет И Телек В углу И Думаю Не О тебе И В третий Раз В чайник Налью Кипяток Уныло Прочту Старый Месседж Кайфово Горячего Чая Глоток Пластинку Поставлю Кино И Повешусь Опять Я один И чё на дуне Брат Сижу Чай Стоит На Плите Мобилка Жушет И Телек В углу И Думаю Не О тебе Тебе Спасибо Колобашкин Сказать Колобашкин Колобашкин Сказать Колобашкин Сказать Все получилось Это была премьера Причем я так понимаю Абсолютная премьера Нигде еще не пели эту песню Только сделанная Держали Пирожочек Для вас Спасибо Спасибо Вообще Не очень понимаю Зачем ее держать Для меня Но спасибо В любом случае С 2000 года Обращай внимание Выдержанная 15 лет Звездочек 15 лет 15 Новая песня Новая Сделана она сейчас А Написано Иногда В сундучок Заглядываешь Раз И смотришь А это Гоша нашел У кого У тебя Да Он же как Все новые Говорит Вот Нормально Ну давай То есть Гоша допускаем Я так понимаю Вообще Во всю твою жизнь Он в твоих шкафчиках Роется Достает твои старые стихи Нет Это не каждый день происходит Только в творческую жизнь Ребята Есть у кого-то Музыкальное образование Ну так Хотя бы начальная школа Например Нет У кого Какой-то Сбрезгливо Все-таки Не Она же Какое может быть Музыкальное образование У музыкантов Рубите попсу Насколько я понимаю У Сергея есть Музыкальное образование Ну он так тихонечко Скромно молчит Образование Те кто У кого есть образование Они все Тихонечко молчат Стесняются Барабаны Нет Ни одного урока А тогда Какое музыкальное образование Незаконченное Ну там Сложная история Ну о чем учился Не учился Научился На трубе Очень давно Потом Очень много Пел А вокал А можно микрофон К себе ближе Иначе не слышно А да Прости И оперный Пожалуйста А почему Он не оперный Почему не поешь Он был такой вот роковый Там все было Вот это вот Ну вот это вот Что-то было Красиво А что не поешь Меньше стал петь Больше стал барабанить А ты пел Да я пел А где Пел в различных коллективах Где давали Да То есть Начиналось это все С моего родного города Город Тбилиси Столица Грузии Да что ты На всякий случай Ну нет Некоторые мне говорят Что это населенный пункт Ну Ну в общем Ну населенный пункт Тоже может быть столицей Ну да Так бывает На самом деле Окей Родился в Тбилиси Да Родился в Тбилиси Так И пел там В каких-то группах Пел да Да Очень была такая Довольно продвинутая команда Была такая команда Стоунхенч Значит я был Вот ее вокалистом Несколько лет Потом были различные коллективы Потом уже Москва Потом уже не совсем Москва И очень Подожди Стоунхенч это что за группа Тбилисская Такой сказать? Была Тбилисская Такая рок-группа Стоунхенч Смешно Но у меня в ротации Есть Стоунхенч Стоунхенд Подожди Стоунхенч Стоунхенч это тот самый Который в Великобритании Рядом Не подожди Так Только не Тбилисская Это группа Нет 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 Тбилисская группа Была какая-то там Домнишняя Да У нас другая группа есть Стоунхенд Называется Стоунхенд Стоунхенч Ну да Это с грузинским акцентом Я понял С грузинским акцентом Будет Стоунхенд Стоунхенд Да нет Не надоело Не устал В принципе Просто Ну вот так Складывается жизнь Что барабаны Ну может это И неплохо Да я и не говорю Что это плохо Ты не расстраиваешься Ни в коем случае Хорошо Хорошо Немножко больше Мы узнаем о музыкантах Это замечательно И для тех Кто слушает сегодня Группу в первый раз Тоже мне кажется Показательная история Значит Есть такие сообщения Какие-то Были помечены мной Сейчас секунду Я только найду Вот например Привет группе И Андрею из Карелии От Ирины Федотовой Парни вы клевые Тексты у вас классные Рады слышать вживую Ирина Федотова Это кто? Из Карелии Нет Из Карелии Почему из Карелии? Нет слов Попалили сейчас Вот по полной Почему из Карелии? Ну написано из Карелии Я как написано Так и читаю Сейчас оправдываться будет Живет она там В Карелии? Да Ладно Дальше Дарючка тебе тоже привет Дальше вопросов не задаю Белый день Вообще красота Сразу и Зазвучали полегче Посветлей Это вот как-то Возвращаясь к спетам Уже Песням И вот еще было одно Из Рязани Да? Упомянута была Рязань А слышал ли он Ну то бишь ты Про Бла-Бла-Кар Есть такой сайт Замечательный Может быть это будет удобнее И дешевле Нет? Не слышал? Слышал Ну это я к тому Что не электричками Тусить периодически А вот так В машинке В комфорте С другими Правда людьми И не задорого Можно было бы кататься Ну так скажем Мне удобнее Электричками Более проверенным Методом Понятно Старовер Ну он же да Он концерты дает по дороге А В Коломне выйдет В Глуховице Все-все Вопрос снят Ну тогда еще с пользой Прокатился на репетицию С пользой Для жизни И для себя И для кошелька Это клево Давайте дальше петь Что это вы? Дальше у нас песня Называется Матросы Тоже Гоша не очень любит А что сегодня все песни Которые Гоша не любит Я не понимаю А я же У вас личная неприязнь У тебя к Гоше какая-то? А у нас больше нет У него вариантов нет просто Так Вот Он после того как Шевчуку написал Его никто кроме меня не берет Я сказал карму себе по порту По порту По полной Так так Вот Песня Такая немножко похмельная Матросы Как всегда живой звук В программе живые Здесь сегодня полгора Поехали Субтитры сделал DimaTorzok Бравые матросы Курят папиросы Бравые солдаты Всегда акробаты Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как бы радоваться Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да Я трезвый Небухой Я сегодня трезвый Небухой Бывает так, что плюнули в душу Кто-то взял и что-то нарушил Кого-то опять кому-то продали И по телевизору не показали Как пьяные матросы не задали вопросы Как пьяные солдаты прикончили дебаты А я один такой Я сегодня трезвый, не мухой Да, я один такой Да, я хорош собой Да, я любим тобой Да, я трезвый, не мухой Я сегодня трезвый, не мухой ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Так и хочется спросить, Петь, нет у тебя актерского образования? Хотя бы начальника Нет, у меня есть диссертация Какая? Управление первичным, вторичным резервом коммерческого банка Так, подожди Какое у тебя образование? Ну, финансы и кредит Финансы и кредит ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И диссертации Да? Помните, 98-й это год? Да? Кто сделал? Я его забыть не могу Кто все сделал? Это ты что-нибудь? Конечно, там цифры Я всем привет Кириенко передаю А тут, оказывается, вот он кто у нас Можно раскрыться теперь То есть ты в этом вопросе разбираешься? Когда-то, да Когда-то, да Ну, сейчас по старым, так сказать По старым закваскам Скажи мне, мы долго будем в этом Финансовом, так сказать, унитазе Находиться еще Я рекомендую уходить от этих тем Нет, ты мне скажи Внутрь себя Ты мне скажи, долго или нет? Это важный вопрос Я боюсь, внукам хватит нашим Спасибо, обнадежил А вообще, у кого из ребят какой Ну, понятно, что вот Айтишник, как я понимаю, да? Дима Кто у нас дальше по образованию, по основному Кто чем деньги зарабатывает? Что, музыкой, что ли? Десять класс? Десять классов музыки Хорошо, а зарабатываешь-то ты чем сейчас? Чем ты занимаешься? Водила? Отлично Но Сергей, не знаю, есть смысл спрашивать Чем он зарабатывает себе на жизнь? Потому что музыка-то вряд ли приносит Я могу сказать Изменить, Семен Я Сергей очень долго играл в коллективе Чечерина Вот Просто так туда не берут людей То есть зарабатывал? Да Зарабатывал на одном альбоме Чечерина, как я понимаю? Я не считаю, что Ну, как я к этому отношусь У меня свое отношение Вообще Заработать музыка Музыка заработает Нет, ну жить-то на что-то нужно Я вот об этом спрашиваю Жить нужно, естественно И жить получается Если заниматься музыкой профессионально Если Если что-то портится в стране Если что-то меняется Становится сложно всем По поводу Вот заработок для всех Это понятие Очень свое Растяжимое Поэтому Да нет, я не имею в виду Яхты, пароходы И так далее Тогда можно нормально жить Музыкант, который работает в коллективе Катающемся по стране Ну, это понятно Чечерина, ясно Не, не, не только Не обязательно И сейчас Нету обязательно Ну, в смысле Нету Нету потребности Говорить именно О том коллективе Где я играл Да Или там В тех коллективах Ну что, полугара зарабатывает? Я являюсь просто Вот сейчас На данный момент Просто другом команды Хорошо Которая помогает Хорошо Вопрос от друга Полугара зарабатывает? Ждем всех на концерт В Летчик Джауда Следующую среду Вот Очень недорого Очень недорого 170 Какой там? Вот об этом 96-го Лично поцелуй Вот об этом и речь Я всегда говорю, что на Западе артисты играют музыку, чтобы зарабатывать И у нас зарабатывают, чтобы музыку играть В этом и парадокс В основном Потому мне всякий раз интересно В какие дебри заносит хороший музыкантов жизнь Для того, чтобы как-то зарабатывать себе На существование Ну, ты экономист экономистом А что? Зарабатываешь-то чем? Ну, музыкант, понятно, работаешь таким, да? Зарабатываешь ты чем? В Шереметьево По МКАДу До Гальяна Нет Как бы вот уличная игра На самом деле дает очень много денег Реально? Реально То есть можно на улице зарабатывать прилично? Вот эти хромые больше получают Которые сидят Ну, я понимаю, это мафия же Да, 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 это мафия Вот Наша мафия не такая У меня забирают всего 80% А у тебя забирают? Да, 20% тебя оставляют А серьезно, да? Это все так происходит? Да Причем Хорошо, если не ударили Вот Просто деньги отдали И сказали Иди Приходи Завтра не опаздывай Ну, чего так мало перенес Я тебя спросил Да, да Последнее время на карточку стали перечислять Слушай Насколько все цивилизовано У них там все Там налоговая теперь крышует Это все дело Ну, в стране-то что, кризис? Кризис Надо же оттуда Это оборот страшный Уличные музыканты Это тоже, по сути, дело Люди, которые подконтрольны Не просто так вышел на улицу песни петь Твоя точка, не твоя точка Да Я не буду фамилии называть сейчас Адресов Нет, уж интересно Интересная история, Семен Значит Один из моих детей Правильно сказал Пошел в школу недавно Поздравляю Да Другие вот тоже пошли уже недавно Вот И Захожу в школу И в школе висит следующий уголок Антикоррупционный уголок Для первого А-класса, да Реально Здесь, значит, Владимир Владимирович Наш замечательный Висит Фотография, да Герб Значит, наш триколор Гимн, текст Справа фотография директора Такая же, как президент Рядом с Путиным Да, да, да Вот И внизу Антикоррупционный уголок Что делать, если вдруг Вы встречаетесь с фактами коррупции И это вот как стенгазета сделана Именно школьная Очень прикольно Я сфотографировал Наверное, выложу Сейчас рассказал Фотографию И там есть полная инструкция Того, что нужно делать Да Как я понимаю Ну, во-первых, надо стучать Это естественно Спасибо, войдите Это естественно Я еще господин спрашивал Чем зарабатывал Тоже уличной игрой Ничем больше Или коррупция Все-таки здесь Сюда прокладывал Числюсь В научно-исследовательском институте На должности Научного сотрудника Да что ж вы Вот серьезные люди Я думаю, что вот Стоит поаплодировать На самом деле Какие серьезные люди В группе Полугара Вы зря смущаетесь этого На самом деле Это традиция В программе «Живые» Выяснять, где работают музыканты Это для того, чтобы Министерство культуры Со временем Когда они наконец Отслушивают все архивы программы Их много Стало стыдно Потому что, например В той же Финляндии Рок-музыка находится На государственной дотации На секундочку А в России Музыканты вынуждены Заниматься бог знает чем Для того, чтобы как-то выживать И еще и творить Вот это, мне кажется Несправедливо Летчик Джауда Среда Значит 64-й Тоже Я С двух сторон И Димон А как ты будешь проверять 64-й Это был человек 117-й Это мы устроим Семен Не волнуйся Ну ладно Смотри Я просто за тебя переживаю Потому что 64-й Может стать 8, 9, 10 И потом поди докажи Что он не был 64-й Если будет 64-й Нам даже хватит Андрею В. Родионову Привет от Лешуковых Из Долгопрудного Вот такая смс-ка Пришла на 46-47 Свои пробелы Дальше ваше сообщение Кстати, надо сказать спасибо Сергею Дебальскому Это судка-режиссер Программы «Живые» Между прочим За тот звук За тот звук Который Вы слышите В своих точках Вот сидим У своих компов Телефонов Планшетов Слушаем Обсуждаем Осуждаем Кайфуем Между прочим Группе-то 15 лет Вот вы только подумайте Из нас слушаем группу впервые Я считаю, что это очень плохо Нужно это исправлять Но неправильно Что хороший музыкант Малоизвестен Давайте вступим в группу Пишет Андрей Архипов Но ведь вкусная же музыка И диск Чур мне один Вот что касается дисков Если уж есть три Да, я так понимаю Они еще есть в наличии? Или уже Нарежем А, вот как Нарежем Без проблем Вы же хозяева борьбы Конечно Вы сами себе и нарезайте Когда надо Текунду Лучше сразу с флешкой подходить А, вот так Ну, Гоша, перестань Мы сделаем диски И человек в данном случае Имеет в виду диск Потому что Он их коллекционирует И даже платит за них Понимаешь? Даже платит Тогда тиражик сделаем Андрей, вам обещали тираж Ловите на слой Итак Еще и подзаработает человек Как будет следующая песня называться? Следующая песня называется М2 Я не спрашиваю пока Об этих числительных Послушаем в песне Как всегда Живой звук В программе Живые здесь Группа Полугора Погнали Путать цветы и петлять Мерзко Но очень клево Правду не надо искать Это ненужное слово Слева поет Супермен Гений И алкоголик Что мы получим Взамен Кроме почечных колик Классная штука Жизнь Не прыгай Братан Из окошка Ты круче Чем таракан Ты даже Круче Чем кошка Твой разум Это стекло В доме Слепого бога Жизнь Это трасса М2 На юг И на север Дорога В Москве все побьют фонари Растопчат цветы на газонах В Пекине помрут воробьи Киев и Питер в погонах Военных несущих детей Из тонущих зданий в колоннах Лишевой бесполезных севак Курящих на грязных балконах А может все будет не так А может все будет иначе Любовь и вокруг все без страх И как там клубника на даче Мы бьемся как рыбы об лед И ходим как мухи по краю И ждем прилетит вертолет А я на гармошке сыграю Классная штука жизнь Не прыгай, братан, из окошка Ты круче, чем таракан Ты даже круче, чем кошка Твой разум Это стекло В доме Слепого бога Жизнь — это трасса М-2 На юг и на север дорога ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Народ, который смотрит трансляцию сейчас Очень подробно, я бы сказал, даже с расстановкой Изучает твои танцы Судя по всему, хотят брать уроки И спрашивают, не учился ли когда-нибудь танцевать Не тот микрофон Нет, у меня сын учился танцем И я как бы посещал конкурсы Возил его везде А, просто наблюдался Ну, все эти движения Я же вот тут тоже думаю Может быть, первый класс танцевальной школы Но ты развиваешься То есть это уже выглядит За 15 лет Да, я думаю, да Я думаю, просто кто-то спрашивал тут На предмет бальных танцев А я вдруг вспомнил афишу, которую видел достаточно давно Это официальный спектакль Лев и бал бабочек Я когда прочитал эту афишу Честно говоря, не поверил своим глазам Нет, ну, ребята Лев и бал бабочек Ну, вы что, ржете-то я, не понимаю Не, хорош, очень Для песни, кстати, отлично Гитара и бонес вас не смущает А вот лев и бал бабочек Почему-то заставляет А ебискус Засмеяться Да, тоже хорошо Засмеяться Значит, не танцевал Вот тут смотри, что пишет Дмитрию от Карины Бредихиной Ты передайте привет Сестра очень просила Передали, он вот Большой привет Кивает Он кивает Значит, с артифилом Тоже хороший цветок, между прочим Да Чудесные танцы вокалиста Бально-танцевальный кружок Спрашивают Вот я же говорю Алиса Селезнева Так зовется девушка Вот люди отмечают Что ты двигаешься хорошо и красиво То есть на концерте На живом, я имею в виду, выступлении Которое состоится В среду В 20.00 Значит, 44-й И 57-й Танцуют со мной на сцене Песню «Матросы» Где? Где ты не сказал? А, в Лётчике Джауда, Китай-город После работы Приезжайте Из Ближнего Подмосковья Приезжайте Из Твери Из Калуги Из Нижнего Из Белгорода Ну, отовсюду, короче Заезжайтесь Будет концерт На котором вы сможете Уверить этих ребят Вживую И вживую Насмотреться И налюбоваться На их танцы На его, вернее, танцы В этом случае Я говорю о Петре Потому что танцует один Он Так как инструмента нет Инструмента нет И вот поэтому Замещает, так сказать Единственное, что Вот это Как ты называешь Колобашка Да, просто колобашкой Помахивает Времени у нас все меньше И меньше остается Хотелось бы еще две песни Наверное Вместить в этот промежуток Небольшой Который остался сейчас Поэтому давайте решать Что сейчас будет Какая из песен Что? Что? Что такое? А, все понял Значит, Жука мы пропускаем Почему? Их три есть в сети Три варианта записанных Слушайте Отличная песня Очень любит один человек Большой ему привет Валера Играем песню про Питер Обычно я читаю стихи Замечательного московского Поэта Перед этой песней Вот сейчас я прочитаю И мы начнем играть Хорошо? Давай Здесь шаверма Не шаурма Съешь И так же будет дурно У ларьков тут пьют культурно У палаток здесь не пьют Есть поребрик Нет бордюра Есть грилькуриц Нет грилькуриц Есть грилькура Здесь не мочится В подъездах Здесь в парадных только Суд Евгений Феклистов Феклистов Замечательный поэт Погнали Под капотом урчит И спидометр ржет На дорогах Из Курска в Рязань Сто пятнадцатый раз пролетаю Настроение плюс десять моргаю Лольше божья срань Здесь нет божья срань Здесь нет платных дорог И не чинят мосты И богатых людей не бывает И твои эти ямы И эти посты И твои эти ямы И эти посты Тебя музыка не задолбает Здесь богатых людей не бывает И не чинят мосты По Руси, Украине Всегда благодать Когда мчишься на пятой под ветер На заправках сортиры И кофе лакать На заправках сортиры И кофе лакать Ты не черт И не ангел, а третий Когда мчишься на пятой под ветер Здесь везде благодать Если веришь во что-то Если хочешь за грань Если любишь кого-то Поезжай по дороге Из Курска в Рязань АПЛОДИСМЕНТЫ Группа Полугора Песня про Божье раннее утро 46-47 Ну, срань-то это же сранья То есть с утра, значит, Божье раннее утро 46-47, короткий номер для ваших смс-ок Тут почему-то на смс-портале Некий роман из Белгорода Требуешь, чтобы я ему привет передавал Незнакомому с Тавером Чего я привет тебе буду передавать 46-47, сначала свои, про Бельщик А дальше все же хотели бы адресовать группе Группе, прежде всего Это могут быть и вопросы, эмоции Впечатления Значит, похожие на всех И не похожие ни на кого Скажем, группе Полугора Ура! Творческих успехов, танцев, танцев, танцев Алексей Денисов написал Вот так вот Вот как вам нравится А, кстати, что касаемо Нравится-не нравится Вот тоже момент важный Когда мы говорим о творчестве Петь, я с тобой пытаюсь поговорить немножко Прости, конечно, что я пристаю к тебе с дурацкими вопросами Когда говоришь о творчестве В принципе, рассуждаешь Каждый из нас рассуждает о творчестве Видимо, человек задумывается в какой-то момент А сколько я этим еще могу заниматься Зачем я этим буду заниматься Надо ли этим заниматься Кому это нужно И нужно ли вообще Были такие у тебя вопросы о смысле жизни творческой Когда-либо Сейчас за 10 минут до конца программы Меньше, 7 Да Гоша знает 6 Может, да Может, там это долго длится часами Поэтому до смерти Будем заниматься этим всем Пока нас не убьют А убьют нас скоро Лет через 58 Но не все Гоша молодец Гоша молодец Ну, я так понимаю, что никаких особых переживаний И никаких особых ломок, что называется, не было Занимаешься музыкой, занимаешься хорошо Тебе от этого и хорошо Да Потому что нет особых ожиданий Вот, я и хотел сказать Что, ребята, вы просто не думаете о том Возможно, куда мы хотим прийти Хотим ли мы сыграть в Олимпийском Надо ли не Хотим Подожди секундочку Да и не ты Зря ты сейчас вот это вот Палишь контору Ну, хотим, не хотим Зачем тогда? Если хотели бы, то за 15 лет, наверное, уже бы сыграли Нет, вы занимаетесь творчеством Сейчас я говорю, чистое искусство А когда музыканты говорят, что мы пишем музыку для себя Это вранье Понятно, что хотелось бы, чтобы их песни слышали И люди приходили на концерт Когда музыканты говорят, что я вот написал Написал песню, не знаю, понравится Хочется, чтобы понравится И хочется, чтобы приходили люди Но Вот когда человек рассуждает Например, того, как ему зарабатывать хочется Кто-то зарабатывает в принципе ради того, чтобы зарабатывать Ну, вот есть люди, которые работают Или занимаются делами ради зарабатывания денег А есть те, которым достаточно того, чего хватает как раз-таки на жизнь, а всё остальное уходит на творчество. Вот, судя по всему, и музыкой вы занимаетесь в удовольствии, не рассчитывая на то, что это станет для вас культом. Чего? Я хочу дать небольшой комментарий, если можно, не перебивая вас. Ну, как бы, если вы продолжаете, ну, закончите, и я потом... Мы с Петром закончили уже. А, с Петром закончили. Он со мной на вы, что ли? Ты, ну, в смысле, вас всех. Да, мы закончили. Участвующих в беседе. Друзья. Друзья, друзья. Давай. Значит, мне сразу... Судя по всему, тост пошел. Нет, нет, это не тост. Сразу не верить, вот этот оттенок не нужен сейчас. Значит, я хотел сказать, что сразу пришла в голову фраза, не помню, какой-то из актеров голливудских сказал, именно вот как раз-таки по поводу того, деньги, музыка, творчество, музыкант, не музыкант, актерство, неважно, в общем, творчество. Он сказал, вы знаете, я занимаюсь этим уже много лет, и, видимо, мне очень повезло, что из этого ремесла у меня получилось вот именно вот это. Я думаю, что вообще, вот, ну, если по аналогии, там, кто-то из великих сказал, что чтобы очень чего-то, ну, вернее, чтобы что-то получилось, надо этого очень хотеть. И заранее быть готовым, если ничего не получится. Я думаю, что, вот, в принципе, это из этих историй. То есть искусство, творчество, оно всегда имеет такой вот сложный путь, который неизвестно. Это, собственно, история своего радио тоже. Наверное. Надо очень было мне сильно хотеть, и нам всем сильно хотеть, чтобы это случилось, но при этом мы готовы к тому, что может произойти все, что угодно. Подвижник. И произошел кризис. И теперь мы сидим и рассуждаем, как же нам из всего этого божьего с утра выковыриться-то. Скажите мне, пожалуйста, сколько по хронометражу будет песня... Сейчас они поговорят уже. Все? Хронометраж у песни финальной какой? Нам заканчивать уже... Ведущий обращается. Сколько примерно? Три. А, ну тогда пора петь. Раз такое дело, я сообщаю, что мы на сём, а время-то пролетело незаметненько, программу заканчиваем сегодня с группой «Полгора завтра» в программе «Живые». Ну и в качестве анонса сейчас вам сообщу. «Reserve de March», так называется группа, коллектив интереснейший, очень рекомендую вам, на самом деле, прислушаться к тому, что они делают. А «Полгора» споет нам сейчас под финалочку. Что это будет? Это песня «Зеркало». Ну, в общем, посмотрим сами на себя. Спасибо, ребята, что были здесь. Вы действительно клёвые, вы офигенные, с вами очень прикольно и хорошо проводить время, кроме того, что музыканты хорошие, ещё и люди открытые. Спасибо, спасибо за своё радио, очень вас люблю, и дай бог вам преодолеть траблы все, и чтобы всё было замечательно. А так, конечно, это приятно услышать. Спасибо. Да всегда, пожалуйста. Погнали, всем пока, до завтра. Будьте здоровы. Спасибо. Спасибо. Если кто-то когда-то тебя ненавидел, ненавидел. Не обиди его, ненавиди его, если кто-то когда-то тебя не обидел. Не обиди его, не обиди его, если кто-то когда-то дал тебе по щекам. Не люби его, не люби его. Но ты не Иисус, дай ему по щекам сам. Теперь ты зеркала, ты будешь зеркалом, ты будешь таким же, как он. Теперь ты зеркала, ты будешь зеркалом, ведь это наш закон. А если он, а если он начнёт в тебя плевать, отвечай ему, отвечай ему. А если он начнёт в тебя стрелять, стреляй в него, стреляй в него. А если пуля вдруг в глаз, не в бровь, валяй ещё, валяй ещё. Он когда-то стрелял в тебя. Кровь за кровь. Теперь ты зеркала, ты будешь зеркалом, ты будешь таким же, как он. Теперь ты зеркала, ты будешь зеркалом, ведь это наш закон. А если захочешь себя увидеть, не увидишь никого, не увидишь ничего. Но ты же зеркал, нельзя увидеть, отражение твоего, отражение твоего. Весь мир большая, комната смеха. Смейтесь на взрыв, смейтесь на взрыв. Все, кто хочет выйти без успеха, выход закрыт. Теперь ты зеркала, ты будешь зеркалом, ты будешь таким же, как он. Теперь ты зеркала, ты будешь зеркалом, ведь это наш закон. Теперь ты зеркала, ты будешь зеркалом, ты будешь таким же, как он. Теперь ты в зеркало, ты будешь в зероколам Ведь это наш долбанный закон